МОСКВА, СЕМЬЮ, РИАНОВОСТИ, ИГОРЬ КАРМАЗИН Трое в кокошниках с хот-догами прославились после победы сборной России над Испанией на всю страну. Сначала двух мужчин и женщину показали в ходе телевизионной трансляции, потом в интернете появилось множество мемов с их фото, теперь они становятся героями телепередач. Популярности способствовали в том числе и национальные головные уборы. Продавцы сувениров говорят, что благодаря футболу начался бум кокошников. Корреспондент РИАНОВОСТИ посмотрел, как перед матчем Россия, Хорватия скупает атрибутику с русским колоритом. Испанцы скупали все, уно, доз, трес, кватра. Продавщица мороженого на Арбате внимательно пересчитывает купюры. Женщина в бордовом чапчике пристально смотрит на меня и решает начать бессы. Хэлла, вот бую вон. Ой, или вы по-русски понимаете? Еще только утро, а я уже путаюсь. За последние две недели тут столько иностранцев было, что я, кажется, русский забыл. Знаете, я английский только в школе учила, но кое-что помню, оказалось. А теперь считать еще и на испанском научилась. При этом на главной туристической улице Москвы никакого нашествия болельщиков не заметно. Лениво проезжают по брусчатке поливальные машины, идут по своим делам офисные работники, раскладывают на прилавках товар продавцы книг и картины. Около памятника Пушкину и Наталье Гончаровой фотографируются туристы. Самые заметные, японцы, шумные толпой перемещающиеся от одной сувенирной лавки к другой. Кокошники? У нас большой выбор, проходите, приветствует меня продавщица одного из магазинов Зульфи. Вообще-то это женский головной убор, но берут и мужчины, они веселятся, а женщины к покупке всегда щепетильно относятся, подбирают к цвету глаз. Вы на ценник не смотрите, я вам скидку сделаю. Девушка достает головные уборы, как фокусник, зайцев из шляпа. Есть простые дугообразные одноцветные кокошники, такие стоят 1000 рублей, изящные, с осложной вышивкой и бисером обойдутся в 3-4 тысячи. Популярностью также пользуются шапки-ушанки кислотных расцветов. Розовые, салатовые или в цвет российского флага, все по 1000. Между собой мы говорим, что крутые дни закончились, вздыхает Зульфи. Самые веселые были испанцы, они уже уехали, скупали у нас буквально все, кружки, магниты, матрешки, футболки с забивашкой. Водка из Калашникова ассортимент в сувенирных лавках на Арбате примерно одинаковый. Около театра имени Вахтангова замечаю первого человека в интересном головном уборе, белые кепки русского селянина с ярким красным бантом. Он осматривает улицу, как капитан морского корабля, выбирающий место для швартовки. Вот думаю, где сегодня расположиться. Представляется, Георгий. Он же Гоша, он же Жора. В руках у него пачка бумаги и карандаши. Чемпионат мира, кайф. Самые интересные болельщики были у Коста-Рики, Исландии, Мексики. Лица у всех фактурные, экзотические для наших широт. Рисовать, удовольствие. К тому же они платили хорошо. Континентальные европейцы более прижиместные, рассказывает уличный портретист. Самая громогласная на Арбате, женщина в красном костюме. Мимо вы не проходите. К нам лучше заходите. Рекламирует она очередную сувенирную лавку. Меня тетя Зоя зовут. Кокошники. Шапки-ушанки. Все есть. Не сбавляя громкости. Заверяет она. Сказ, честно сказать, бешеные. Русская одежда обычно хуже, чем матрешки, идет. Но сейчас скупают все. В первые дни мы даже понять не могли. Почему такой ажиотаж на кокошники, не совместили это с чемпионатом. Только позже все прояснилось. Порой не успеваем даже заказывать головные упоры. Думала уже внучку попросить делать их для нас. В самом консерва, около ресторана Пранка, замечаю первых явных болельщиков. На лавочке, несколько человек в футболках сборной Бразилии, кокошники. Такого не слышали. Зато у нас тут есть другой русский сувенир, говорит один из фанатов на английском языке. И достает из рюкзака бутылку водки в виде автомата калашника. По словам экспертов. Кокошники несколько раз были практически забыты, но потом возвращали популярность. Само слово кокошник происходит от слова какыш, петух, курица, поскольку этот головной убор напоминает гребешок. Понятно, что одежда в традиционном обществе имела не только утилитарное назначение. По элементам гардероба можно было понять место рождения, материальное положение, сословие. При этом кокошники носили как замужние женщины, так и девушки на выданье, объясняет риа новости историк моды Павел Матюнин. Кокошник крепится на покатую или поднятую шапку и представляет собой веер, полумесяц или щит. Обязательно должен быть твердый каркас из бумаги, его покрывали холчевой тканью, а бояре, дорогой парчой, украшали драгоценными камнями, серебряными и золотыми нитями, продолжает он. И добавляет, что в центре кокошника часто размещали орнамент лягушки, символ плодородия. По бокам и осообразные фигуры лебедей, символ супружеской верности. Тыльная часть была особенно богатой, на ней традиционно вышивали стилизованный куст, древо жизни, каждая веточка которого, новое поколение. А на веках, и птицы, и плоды с семенами, и много других символических знаков. Таким образом, кокошник был еще и оберегом. От войны до революции в допетровские времена кокошники носили представительницы всех сословий. Петр I, фанатично европеизировавший Россию, головной убор запретил, его сменили по реке. Вторую жизнь кокошники получили после Отечественной войны 1812 года, когда франкофисло сменилось русофисом. Еще более популярными национальные головные уборы стали в конце 19-ти, начале 20-го века, апогеем был знаменитый костюмированный бал, который Николай II устроил в Зимнем дворце. В феврале 1903 года в честь 290-летия дома Романова. Гости костюмированного бал, 1903 год главным условием участия в празднистве объявили костюм до Петровского времени. Многие гости поразили современников именно роскошью головных уборов. Так, великая княгиня Мария Павловна надела огромный кокошник и несколько брыжей. На лоб спускали жемчужные капли, щеки были украшены жемчужными нитями. Великая княгиня Елизавета Федоровна явилась в кокошнике, расшитом драгоценными камнями, и распашном платье с длинными рукавами. В советские времена элементы национального гардероба забыли. Кокошники можно было увидеть в музеях до на конца, в ансамбле и песни и пляски. Теперь же они вспомнили, причем они стали еще и символом спортивной удачи. Субтитры сделал DimaTorzok